На 1 января 2019 года общая численность инвалидов в республике Саха-Якутия составила 58 472 человека. В Якутии действует Российское общество инвалидов. В городском обществе инвалидов насчитывается более 3,5 тысяч человек. И мы одни из тех, кто, в том числе наш первый председатель Сергей Растреги, писали основы закона о социальной защите инвалидов в РСЯ. И он был написан и принят Илтуменом в 1995 году впереди всей России. И поэтому, когда идут речь о законотворчестве, о законодательных актах, которые касаются инвалидов, наша организация в сотрудничестве и с прокуратурой, и с уполномоченными по правам ребенка, по правам человека, мы решаем одну задачу, чтобы народу, простому обывателю, пусть с инвалидностью или в числе семьи, где есть человек ограниченные физические возможности, он добивался своих прав, имел возможность защитить свои права. И все Российское общество инвалидов является одним из экспертов социальной политики в Российской Федерации в целом. Социальная политика в нашей республике на высоком уровне, это честно. Потому что мы часто бываем в Крыму, в Москве, мы знаем, как живет глубинка России. Мы всегда только начинаем, потом государство подключается, и все идет автоматом. Так же случилось с адаптивным видом спорта, вообще адаптивка. Мы создали ассоциацию инвалидного спорта. Объединились слепые и глухие. И когда мы дали Володе Болынца, когда мы дали Николаева, Юрия, там, незрячих инвалидов, которые занимают призовые места и стали паралимпийцами, все пошло уже нормально на государственном уровне, вообще здорово все сейчас, качественно. Сегодня в столице Якутии сосредоточено 13 800 инвалидов, имеющих городскую прописку, и более 3000 инвалидов из районов Якутии, проходящих лечение, так как специализированная медицинская помощь находится в городе Якутске. Из них более 10% инвалидов в трудоспособном возрасте, причем больше половины из них не работают. Причины – недостаточная доступность транспортных, бытовых услуг и объектов инфраструктуры. Инвалиды обращаются в свое общество за помощью. Основная проблема инвалидов – трудовая занятость. Ну, общество инвалидов – это организация, которая без денег, на самом деле, да? Ну, у нас есть субсидии, гранты – это целевые направленные деньги. Самая большая цель – это, ну, вообще наша работа, да, это для того, чтобы у нас был свой дом, свое помещение. Вот если в России, Нижегородской области, в Татарстане, в Перми, в свое время, еще в 90-х годах, передавали целые цеха заводов в собственность общественных организаций, некоммерческих. И там сделали клубы по интересам, там клубы по колясочникам, рабочие места делали, вот, ну, замки, там, и прочее, прочее. У нас, у Всероссийского общества инвалидов, в городе Якутске, нет ничего своего. Неожиданное предложение пришло от инвестора, который предложил городскому Всероссийскому обществу инвалидов создать инвестиционный проект «Деловой центр инвалидов», при котором общество инвалидов получает свое помещение для решения трудовой адаптации инвалидов. Мы находимся на улице Красноярова, 22, за мной пустырь. И этот пустырь предназначен для первого инвестиционного проекта республики с участием инвестора, который построит здесь жилой дом, и вместе с тем здесь будет деловой центр для инвалидов на первом этаже. Таким образом обеспечиваются государственные обязательства по социальным гарантиям инвалидам. При этом из государственного бюджета не тратится ни одной копейки. Все делает инвестор. Использование помещения первого этажа – это привилегия городского общества инвалидов. Затраты по подготовке помещения для инвалидов инвестор берет на себя. Я думаю, что они нас не обманут, не подведут. И они действительно реально сказали, вот на этом месте будет жилой дом и 400 квадратов наши. И вот поэтому мы затеяли проект, который назвали «Деловой центр». И вот сделать 400 квадратов комфортных для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе для их трудозанятости – это очень, на самом деле, большая государственная программа и цель. Самое удивительное, что проект «Деловой центр инвалидов» был поддержан сразу, с размаха и Министерством экономики, и Агентством инвестиций, и Министерством имущественных отношений. Мы вот с декабря месяца начали заниматься этим проектом, и я была, правда, удивлена, что так легко, так быстро. Мы так понимали в лёд друг друга, что это необходимо. Данный проект поддерживается Министерством предпринимательства Якутии. Министерство считает, что социальный проект «Деловой центр» – это предпринимательская инициатива, которая может действенно помочь социальной политике правительства Якутии. Мы поняли, что действительно этот центр нужен, и на самом деле, вот это само название, даже «Деловой центр для инвалидов», оно родилось тоже в стенах нашего министерства. Ну, два или три раза даже собирались с Министерством труда и социального развития, и, наконец-то, пришли к консенсусу. Было принято решение, что всё-таки этот проект нужен, в первую очередь, с точки зрения для инвалидов, для той слоя населения, который нуждается в данном объекте. Мы поспособствовали для старта данного проекта уже в плоскости межведомственной. В настоящий момент этим проектом полностью занимается Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха Якутия, и органы исполнительной власти, Министерство экономики, Министерство имущественных и земельных отношений в части выделения земельных вопросов и так дальше. Соответственно, на примере данных инициатив бизнеса, я думаю, отвечая на ваш вопрос, как мы можем способствовать реализации проектов бизнеса в социальной сфере, в том числе, для решения вопросов республиканского масштаба. Здесь мы как раз-таки оказываем эту помощь всевероятностями нашими институтами и непосредственно Министерством предпринимательства, торговли и туризма. Инвестор предложил Республиканскому обществу инвалидов по такому же принципу построить жилой дом и отдать первый этаж под нужный инвалидов по улице Чкалова, 28, города Якутска. Территория строительства – старые цеха учебно-производственного комбината инвалидов. Срок аренды земли у государства и стек, и старые объекты учебного комбината не соответствуют градостроительному коду со столицы Якутии. Но и сам комбинат уже давно не оправдывает надежды и нужды инвалидов. Пока Республиканское общество инвалидов данную площадь решило выделить под гостиницу для инвалидов диализников. Да, произошло такое событие. Представители нашей организации и представители правительства подписали соглашение о строительстве гостиницы для диализных больных. В нашей республике диализных больных где-то около 500 человек. Из них добрая половина, скажем, нуждается в жилье. И постоянно здесь находится в городе Якутийский, это где-то человек 250-270. Но вот начиная, скажем, даже с 90-х годов строительство именно общежития выставили. Но этот проект все время передвигался, передвигался. И по сегодняшний день вопрос как-то не решался. Ну вот подписанное соглашение дает нам какую-то уверенность. И главное, будет очень большой помощью и поспорьем для больных людей. Такое решение связано с удобной транспортной схемой. Можно достаточно быстро добраться до диализного центра города Якутска. Основной акцент я ставил именно для диализников. Почему? Потому что я сам бывший диализник и знаю эту проблему в корне. Люди, которые приезжают на диализное лечение, имеют очень тяжелую проблематику со здоровьем. Когда нужно благоустройство какое-то. И чтобы жилье отвечало всем тем стандартам для прохождения именно лечебного какого-то процесса. Много раз писав, мы все-таки пришли к знаменателю, в общем, то, что, да, действительно, вот проект, да, например, он подписан уже, будет реализовываться. И думаю, что это первая ласточка для того, чтобы программа именно по внедрению жилых каких-то домов с выделением для инвалидов жилой площади, она бы преобразовалась в жизнь. Инвестор планирует при постройке здания по улице Чкалова, 28, полностью отдать первый этаж в распоряжение Республиканского общества инвалидов. А вот что будет находиться в помещении, определят сами инвалиды. Они могут разместить подразделение бывшего комбината, но уже в современном виде. Мы находимся на перекрестке на улице Красноярова. Вон там будет находиться жилой дом с деловым центром для инвалидов. А вот здесь, вот прямо вон там, вот это здание, это производственный комбинат Чкалова, 28. Вот здесь будет построено высотное здание из гостиницы для инвалидов, которые могут сюда приезжать на лечение и лечиться. Заметьте, что вот здесь будет здание стоять и деловой центр недалеко. То есть появляется своеобразный островок, а точнее комплексный такой микрогородок для инвалидов. Ну и конечно напрашивается еще, вот здесь недалеко есть бывший ДК для слепых, но это уже отдельный разговор. Но уже инвесторы и правительство республики, и министерство экономики готовят площадку своеобразного треугольника, где инвалиды будут адаптироваться к нашей жизни. Мы, конечно, не специалисты. Мы просто эмоционально настроены, и мы просто чувствуем, что деловой центр, он необходим. Может быть, это не будет целевое такое исполнение, что вот это будут цеха, какие-то там мастерские и так далее. Мы сделаем так, как это сможем сделать, потому что у нас есть право думать и решать, и реализовывать свои начинания. Нам нужна общая поддержка. Вот то слово, которое сейчас модно, консолидация. Помогите нам сохранить этот проект, реализовать этот проект. И я думаю, что он будет более позитивный для города Якутска в целом. Инвестиционный проект, который позволяет без участия государственных вложений получить социальные объекты для инвалидов, развивает социальное партнерство в государстве. На сегодня инвестор готов к работе. В данной ситуации, когда законодательство по строительству жилья для застройщиков стало достаточно финансово емким. Данное предложение инвестора уникально. Нам нужен деловой центр! С 3 по 5 апреля в торговом центре «Кружало» медицинская выставка «Медэкспо» с товарами и продукцией для вашего здоровья. Каждую неделю телепрограмма «Точка взаимодействия». Во вторник и четверг в 21.15 и в субботу в 14.15. Актуальная тема свободного СМИ. На телеканале «Россия-24» вся Якутсия. На YouTube-канале «Округ ТВ» вы можете увидеть то, что пропустили. Продолжение следует...